МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кто еще получил портфель? Горячий уикенд. На выходных в городе горели дом и иномарка. МЧС напоминает установить дома и в квартире, в жилых комнатах, автономные пожарные извещатели. Если пострадавшие. Ледовый сезон. Хоккейный клуб «Бобруйск» приглашает на массовые катания. Много молодежи с детьми, также взрослых. Я думаю, это супер. Сколько стоит сеанс? А также продовольственная безопасность, специальный штрих-код и натуральный символ. Стала известна дата старта елочных базаров. Что почем? Новые портфели. Во дворце независимости кадровый день. Президент провел ряд кадровых изменений. Белорусский лидер дал согласие на назначение руководителей республиканских органов государственного управления. Новый замминистр в Минздраве, Минлесходе, Минтруда и Минюсте. Также Александр Лукашенко одобрил назначение новых руководителей из полкомов в различных регионах страны. Главой администрации Ленинского района «Бобруйска» стал Андрей Дубинчик. Вы люди, обладающие властными полномочиями, наделенными президентом страны. В этом суть нашей сегодняшней встречи. Вы получаете от первого лица в государстве, главы государства, власть в свои руки. Поэтому вы не должны быть безмолвными исполнителями. Хотя исполнительская дисциплина – это краеугольный камень руководства человека любого уровня. Председателя райисполкома, главы администрации, губернатора, члена правительства. Кроме того, белорусские дипломаты назначены послами по совместительству в четырех странах. Президент поднял и тему ситуации, которая разворачивается у границ Беларуси. С огоньком два пожара за выходные и все в субботу. Горелый легковой автомобиль и пристройка жилого дома. О причинах и последствиях ЧП смотрите прямо сейчас. Эта суббота выдалась поистине жаркой. В районе часа дня на Гагарина полыхала легковушка. «Форт Фокус» собрал немало очевидцев. У машины загорелся моторный отсек. Смотри, потекло вниз. Все. Эй, эй, отходи! Она под низ пошла! Спасатели моментально ликвидировали пламя. Огонь повредил подкапотное пространство, стекло и переднюю панель. Благо, обошлось без пострадавших. Тем же днем сотрудникам МЧС поступило сообщение о пожаре в частном секторе. Сейчас на Бахарова 141 тихо и ничего не напоминает ЧП. Но буквально в субботу пристройка дома была окутана дымом. Звук сирены встревожил всех соседей. Как результат, обугленная стена на чердаке, поврежденное перекрытие и сгоревшие предметы интерьера. Хозяева подсчитывают убытки, а сотрудники МЧС разбираются в причинах возгорания. МЧС напоминает, установите дома и в квартире, в жилых комнатах автономные пожарные извещатели. Они с помощью своего громкого звукового сигнала помогут оповестить вас, ваших соседей, сберечь жизнь и имущество. С приходом зимы в топе вызовов огнеборцев пожары, связанные с неправильной эксплуатацией печей. В Беларуси на этой неделе ожидается существенное похолодание. Местами столбики термометров опустятся до минус 20 градусов. Поэтому крайне важно, чтобы отопительное оборудование работало исправно. Карина Гуевич, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. Сезон ушибов, растяжений и переломов. В Беларуси растёт число гололёдных травм. Только за три недели в Могилёвской области зарегистрировано свыше 100 случаев. Госпитализированы 33 пациента. Зачастую травмпункты обращаются люди с растяжениями, переломами лучевых костей, лодыжек, рёбер. Для пожилых людей такие падения могут обернуться тяжелейшей травмой – перелом шейки бедра. Если случилось несчастье на улице, дома, вы всегда можете обратиться. В городе оказывается квалифицированная помощь травматологическая. Она круглосуточная. У нас работают больницы имени Марзона БСМП, круглосуточный травмопункт. Также наиболее тяжёлые травмы, которые происходят, оказываются в приёмном покое. И приём проводится тоже круглосуточно. Всего в Беларуси от гололёдных и холодовых травм пострадали 1166 человек. Из них 217 – дети. Чтобы избежать падения, врачи рекомендуют носить обувь на шипованной подошве из плотной резины. По возможности следует обходить стороной опасные участки. Помощь беженцам, маркировка товаров и рейс Москва-Минск. Белжида открывает продажу билета в Россию по системе динамического ценообразования. Что это значит? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Помощь беженцам в логистическом центре круглосуточно оказывают белорусские медики. Там постоянно находятся и сотрудники МЧС. Инспекторы контролируют обращение мигрантов с электроприборами и исправность оборудования. Проводят профилактические беседы с людьми. Помогают подслеживать ситуацию и камеры видеонаблюдения. Пневматические резиновые шины для велосипедов исключены из списка товаров, которые подлежат маркировке. В настоящее время специальный штрих-код ставится на обувь, парфюмерию, покрышки, фотокамеры, изделия легкой промышленности и некоторые виды молочки. Также принято решение о поэтапной маркировке бутилированной воды. Белорусская железная дорога с 12 декабря открывает продажу билетов в Россию по системе динамического ценообразования. Основными критериями при формировании тарифа будет уровень процента занятости мест в вагоне и сроки приобретения проездных документов. На одного белоруса в год производят почти 4 150 стаканов молока, в то время как потребляем мы в 3,5 раза меньше. На душу населения приходится 137 килограммов мяса. Эта цифра тоже превышает потребности. Такая тенденция наблюдается и с другой продукцией, например, с овощами. В стране предварительно с 22 декабря начнут работать елочные базары. Стоимость на новогодние деревья не будет сильно отличаться от прошлогодней. В 2020-м за главный символ праздника высотой до метра просили 10 рублей. Дерево от 1 до 2 метров стоило 12, а от 2 до 3 – 17 рублей. Зимнее хобби. В городе открыть сезон массового катания. Встать на коньки приглашает хоккейный клуб «Бобруйск». На арене созданы все условия. Прокат, заточка, даже услуги инструктора. Тему продолжит Ольга Васинда. Вместе с зимой в город пришли и традиционные сезонные забавы. А значит, самое время сходить на массовое катание. Руководство хоккейного клуба учло все нюансы. Коньки здесь можно взять на прокат. Одна пара обойдется в 3 рубля 50 копеек. Нужен только паспорт. Чтобы комфортно и безопасно чувствовать себя на льду, прежде всего правильно завяжите шнурки. Начинать нужно с самых низов, от носочка и выше. Первые секунды подвигаться и только потом идти осторожно на лед. Тем, кто не умеет кататься, переживать не о чем. Для детей предусмотрена специальная опора. Цена вопроса – рубль. Можно воспользоваться и услугами инструктора. На коньки ставят малышей от 4 лет. Набирают несколько групп. Самое популярное – семейный час. Можно записаться на любое удобное время. Одно занятие – 5 рублей. В первую очередь это касается маленьких детей. Я очень люблю ставить маленьких детей на коньки, потому что они стараются, они пытаются это сделать. И в дальнейшем они начинают катиться. И это уже радует. Катание на коньках дарит массу позитивных эмоций и помогает снять психологическое напряжение. Кроме того, за 45 минут активной тренировки сгорает порядка 400 калорий. При регулярных занятиях вы поймете, что ваше тело стало стройное и подтянутое. Мы приходим уже не первый раз. Нам тут нравится. Тут хорошая музыка. Такая легкость и непринужденность. Мне нравится. Каждый сезон приходите сюда? Да. Особенно на Держденье любим приходить. Людей много. Это востребовано. Люди катаются. Много молодежи с детьми, также взрослых. Я думаю, это супер. Квитки приобретаются в день катания. Сеанс обойдется в 4 рубля 20 копеек. Можно сэкономить и купить абонемент от шести занятий. Как с коньками, так и без. Узнать в точное время и стоимость на услуги можно на официальном сайте клуба. Либо в билетной кассе с 10 до 21 часа. Ольга Васенда, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360. Сколько стоит детская мечта? Бобруйск вновь пройдет благотворительный новогодний марафон. На протяжении двух недель гостями праздничной студии телеканала «Бобруйск-360» станут руководители организации, бизнесмены и представители общественности, которые неравнодушны к судьбам маленьких белорусов. Благотворительный марафон «Подарим детям сказку» стартует 14 декабря в рамках республиканской акции «Наши дети». У нас будет наша традиционная рождественская елка, на которой будут находиться, скажем так, волшебные конвертики. Сорвав один из них, можно будет подарить подарок одному из ребят, находящимся в нашем социальном приюте. Этой зимой марафон продлится до новогодней ночи. Внести свою липту в доброе дело может каждый. Перевести любую сумму на специальный счет. Собранные деньги направят на оказание помощи сиротам, детям, инвалидам, ребятам из малообеспеченных и многодетных семей. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»